Глава тридцать первая. Девять против трёхсот. «Ну, если это всё, что может поведать великий маг», — ехидно сказала маг-канарейкл, — «то у нас есть отличный повод заняться традиционным бессмысленным времяпровождением». «Веселитесь, веселитесь», — произнёс Бубульгум. «Теперь на вашей улице праздник. Как раз и цирк приехал». «В смысле?» — не понял Браунинг. «Да вон», — бывший ректор кивнул на окно. «Летающая тарелка». Все присутствующие, кроме связанных ментодеров, разом повернулись к окну. «Да нет там никакой», — начал Луш, но осёкся. «А где Бубульгум?» «Сбежал». «Ну как же так? Неужели история на футбичном матче их ничему не научила?» — констатировал очевидное раз в недел. «Через свой ход. Теперь лови его, а я с обеда не жремши». «Найдётся», — махнула рукой маг-канарейкл. «Куда он денется?» «Югурус, поставьте, пожалуйста, мудло-непроницаемый щит вокруг Перверца». «И вокруг столовой», — предложил раз в недел. «Есть захочет, завтра же объявится». Но лжеволшебник объявился куда раньше. Профессура не успела ещё как следует посовещаться, Порри вспомнил о гномьем референдуме. Как стены кабинета задрожали, пошли мелкими трещинами и... Рассыпались в мелкий щебень. «Эти гномы», — возмутился Луш, откашлившись от поднятой пыли, «добрались уже и до главного корпуса. Какого мордевольта? У них ведь должен был быть выходной». «Неа», — донеслось из пылевого облака, — «мы сегодня сверхурочно». «Дождик, дождик, кап, кап, кап», — прочла пылепробивочное заклинание мисс Сьюзан, и воздух вновь стал прозрачным. Все стены и перегородки между прилегающими к кабинету ректора классами и коридорами превратились в кучки обломков, на которых сгрудились несколько сотен освобождённых домовых, заключённых в маленькие зеленоватые сферы. В руках у них светились фиолетовыми огоньками малокалиберные трубы мордевольта. Вперёд выступил долдон, заметно отъевшийся за последние месяцы. «Ну что, господа бывшие», — произнёс лже-гном. «Кончилось ваше время? Вот уже поболтаетесь вы у меня на фонарных столбах». «Завтра поговорим», — проворчал Югорус и небрежным жестом наслал на наглеца сонное заклинание. «Спать, спать, по палатам!» Заклятие гулка ударилось о мерцающую оболочку предводителя бунтовщиков и отскочило в сторону. «Индивидуальные сферы фигвамера», — прокомментировал ситуацию завхоз. «Армейского образца! Пришли на склад одновременно с приказом о мобилизации, а неделю назад я их выдал под расписку». «Кому?» — спросил Порри, хотя уже догадывался об ответе. «Ректору», — ответил клинч и цветисто выругался. «Наш человек», — восхитился предводитель строителей. «Так, что у нас тут по списку? Завхоза можно не обезмаживать, мочить сразу. Профессуру сначала обезмаживаем, а потом мочим. Вот того пацана не обезмаживаем и не мочим, а ведем к главному. Поехали!» И взорвавшийся самозванец взмахнул рукой. Сразу три боевых заклинания «Сейчас, когда больно» ударили по сфере долдона. Оболочка заскрежетала и лопнула. А через секунду беззащитного главаря домовых прихлопнуло четвертое боевое заклинание «Вот тебе». «Так и действуем», — закричала мисс Сьюзи. «Я, Браунинг и Луж, раскалываем сферу, а раз в недел добивает». Но вышло все не так. Триста лжегномов с воплем «духастмей» бросились одновременно со всех сторон. Профессора и Порри, который решил, что сейчас не время проявлять принципиальность, только и успевали, что творит защитные и отбивающие заклинания. Фиолетовые разряды пока не попали ни в одного из волшебников, но ложились очень кучно. Мергеоны и Клинч, которых не страшили трубы Мордевольта, бросились в ближний бой. Однако домовые встретили их с саперными лопатками. Надо признать, дрались эти оборванцы куда лучше, чем строили башни. Пейджер и бывший спецназовец не смогли нанести противнику существенный урон, хотя и отвлекли немного. По-настоящему полезен был только дубль, на котором постоянно висело, без особого вреда для него самого, несколько десятков атакующих. А если залегший за упавшим чучелом призрака коммунизма старательно отстреливал из отброшенного клинчем лазерного арбалета самых наглых нападающих? Но сферы фигвамера не позволяли надолго вывести врагов из строя. Подбитые лазером домовые отлетали на десяток метров назад, вскакивали и снова бросались в атаку. Вскоре стало понятно, что численный перевес в такой битве гораздо важнее, чем индивидуальное мастерство. «Нужно сконцентрироваться!» прокричала Макка на рейкл, орудуя палочкой словно шпагой. «Втроем мы пробьем любую сферу!» «Не получится! Нас слишком мало!» возразил Браунинг, который сдерживал первые ряды нападавших самодельным, но вполне действенным заклятием «смирение, сын мой!» «Знаю место, где нас слишком много!» воскликнул Луж и исчез. «Там еще хуже!» объяснил он, вернувшись через секунду. «Лучше драться с тремя сотнями домовых, чем с пятью тысячами ментодеров!» Слово «драться» щелкнуло в мозгу пори и высветило сцену в дутом переулке. Он, Харли и молотящие друг друга домовые. «Господи, как же давно это было!» подумал мальчик, набрал воздуха и заорал. «Ромуальд, не лезь!» «Ромуальд, это не твое дело, понял?» С готовностью подхватили со всех сторон сотни голосов, приглушенные сферами фигвамера. «Не лезь, Ромуальд!» Домовые, только что наступавшие единым фронтом, яростно сцепились друг с другом. Воспользовавшись суматохой, волшебники раскололи десяток сфер и оглушили их носителей. На большее времени не хватило. «Прекратить!» рявкнул голос, который еще вчера подбадривал Гаттера перед соревнованиями. «Какой еще Ромуальд? Вы что, не будете слушаться хозяина?» За спинами дерущегося воинства появился бывший ректор в более плотной сфере. «Офицерская!» — пояснил Клинч, снабженный переговорным устройством. «Какого хозяина?» — удивился Сен. «У освобожденных домовых нет хозяев!» «Ты почти прав, друг моего юного друга!» — сказал Бубульгум, ожидая, пока его войско наведет порядок в рядах. «Но это бывшие освобожденные домовые, и сейчас вся их бывшая свобода вот у меня где!» Колдун в отставке гордо поднял над головой полиэтиленовый пакет, наполненный поношенными носками, чулками и прочими атрибутами вольной жизни. «Вы воровали носки!» — с отвращением проговорила мисс Сьюзан. «Об этом после!» — улыбнулся ее бывший начальник. «А пока я хотел бы обсудить условия капитуляции». «Мы готовы гарантировать вам!» — тут же ответил Луж. «Постоянный уход в безмозглоне до конца вашей жизни!» «Вы не поняли, профессор!» — Бубульгум был по-прежнему обаятелен. «Речь идет о вашей капитуляции!» «Мои верные домовые раздавят вас!» «Это вопрос времени!» «Все прочие маги собраны в Зале Трансцендентальных Откровений, которые вы любезно расширили. Кстати, насколько я помню, заклинание было временным». «Я совсем забыл!» — прошептал Югурус. «В полночь!» «Зал вернется в свои прежние размеры!» — закончил за него бывший ректор. «И попросту раздавит сто тысяч бывших магов!» «Вам это так просто не сойдет!» — возмутился Луж. «Это вам не сойдет!» — парировал Бубульгум. «Любой деревенский знахарь найдет на заклинании, расплющившем столько народу, отпечатки ваших астральных пальцев. А если вы прямо сейчас броситесь спасать сто тысяч, здесь погибнет всего несколько человек, но очень для вас важных. Приняв же мое предложение, вы спасете и тех, и других. У вас есть две минуты на раздумья!» Экс-маг вежливо поклонился и снова скрылся за спинами своих бойцов. «Он прав!» — едва не плакал Декан Слизайблина. «Я мог бы перенести все сто тысяч хоть в Гренландию, но ведь время, время, пока я буду там копаться!» «А если мы будем копаться вдвоем?» — спросил Браунинг. Приободрившийся Луж просительно глянул на маг-канарейкл. «Вы продержитесь пять минут?» «Пишите!» — взревела мисс Сьюзен, снова превращаясь в кошмарную тварь, на этот раз во что-то среднее между птерозавром и дюжиной сплетенных змей. «А то к вашему возвращению врагов не останется!» Пара супермагов улетучилась. В молчании прошла еще минута. «Итак?» — спросил Бубльгум. «Что скажете, любезный Югурус?» «Одну секунду!» — попытался выиграть время сен. «Профессор в трансе!» «Секунда прошла!» — ответил бывший ректор. «Вперед!» Теперь обороняться стало куда труднее. Ни о каких атакующих действиях речи уже не шло. Все силы пришлось сосредоточить на обороне, которая трещала по всем магическим швам. Троица мудлов, мерги, клинч и дуб отмахивалась тоже из последних сил. Кольцо домовых опасно сжималось. Правда, у многих закончились заряды в трубах, но саперные лопаты выглядели немногим менее опасными. В какой-то момент Пори даже выпустил черную руку, скомандовав ей «взять!» Но взять что-либо через сферу фигвамера оказалось невозможно, и мальчик вернул руку в гараж. Помощь пришла с небес. Точнее, из-под потолка. «Физкульт, привет!» — прозвучал сверху голос Свинчетовского. «Я тут пролетал мимо с друзьями!» Пори, стараясь не ослаблять заклинание «все назадус», глянул вверх. Свинч висел в окружении двух десятков подозрительно притихших блинджеров. Золотой шарик приветственно качнулся из стороны в сторону и благожелательно произнес. «Думаю, вашим оппонентам тоже стоит познакомиться с большим спортом. Прошу вас, джентльмены!» Джентльмены радостно завопили и вонзились в гущу атакующих. Домовые начали суматошно отмахиваться от блинджеров, то и дело попадая лопаткой в соседа. Только после того, как в свои ворота были забиты около 15 нападавших, Бубльгум разобрался в ситуации. «Не обращайте на них внимания! Это всего лишь мячи! Они ничего вам не сделают! Вперед!» После этого вклад блинджеров в обороноспособность стал ничтожен. Затем несколько мячей получили серьезные травмы и рассудительный Свинчатовский сыграл отбой. Больше надеяться было не на кого. «Где эти мужики?» Взвыла Сьюзан, которая одновременно ворожила, рычала и щелкала клювом на самых наглых из домовых. «Как не надо, так отбоя от них нету! Мы не выдержим!» «Прекрасно!» Воскликнул Бальба. Он появился на развалинах кабинета незаметно от всех и теперь наслаждался зрелищем. «Это то, чего не хватало моему повествованию. Борьба добра со злом врукопашную. Мистер! Мистер! Я к вам обращаюсь!» Мистер Домовой, который как раз нацелил трубу в спину МакКонарейкл, недоуменно оглянулся. И тут же был снесен налетевшим ураганом по имени Миргиона Пейджер. «Не надо так болезненно реагировать!» обиделся летописец. «Я всего лишь хотел узнать. Простите, вы мне не поможете?» Лжегном, размахнувшийся лопатой, чтобы оглушить временно беспомощного клинча, замешкался. За это время майор утратил состояние беспомощности, стряхнул висящего на нем домового под ноги товарищем и продемонстрировал кое-что из арсенала отряда Лямбда Скорпиона. «Странные ребята», — проговорил Бальба, отслеживая траекторию полета обладателя лопаты. «Неразговорчивые. Придется ощущение воина в момент смертельной схватки придумывать самому». «Все сам, все сам», — закивал головой секретарь уже несуществующей комиссии и грустно убрел прочь. Гаттер был в отчаянии. Если бы он не разрядил в ноль свой излучатель, правда, тогда он не успел бы расколошматить зенитку, спрятанную под каменным философом, Бубльгум рассчитал все. Вернее, Бубльгум рассчитал все, что знал, а дальнейшие события показали, что кое-что было неизвестно даже ему. «Как ты думаешь, Порри?» — услышал мальчик вкратчивый голос, который за последнее время стал для него родным. «Ты сам справишься? Или тебе немного помочь?» Над головой Гаттера с противным шелестом пронесся очередной обезмаживающий заряд. «Помочь!» — крикнул Порри. «Пожалуйста!» «Хорошо!» — промурлыкал голос. «Обернись!» Мальчик обернулся. На столе, не обращая внимания на горячую битву, важно лежал кисер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова